Начало 2021 года. Меня основательно пробрало на порисовать. Сейчас вы можете наблюдать мою последнюю работу уходящего года. Название я ей так и не придумал, да и появилась она весьма спонтанно. Попытался немножко отойти от своего уже сформированного стилька. Я расслабился и позволил себе немного поэкспериментировать. Именно такой подход зажег во мне желание добить все мои незаконченные картины, которые уже успели скопиться. 6 января писал, что начну сливать результаты потихоньку. Что ж, сделаю это сейчас. Уже на протяжении трех лет я рисую одну картину. Некий домик из игры Final Station. В феврале 2019 я проводил тематический стрим, где рисовал одну из комнат и подробно описывал, что эта картина для меня значит. Даже интересно, есть тут кто-нибудь, кто заходил к нам тогда? Отпишитесь в комментариях, если не сложно. Как-то раз в процессе очередного прохождения Final Station я узнал, что создатели этой игры вдохновлялись произведениями братьев Стругацких. В связи с этим я ознакомился с, вероятно, одной из их самых известных повестью «Пикник на обочине». Не вкупе с игрой меня это так комплексно упороло, что на этой волне я уселся за написание этой работы. За желанием максимально плотно поместить туда всю атмосферу, которым мне навеяли эти ребята. И теперь, под подходящее настроение, не торопясь, я сажусь за эту картину. Детально прописываю комнату за комнатой. Это место, куда ты приходишь за расслаблением. Этот дом никуда тебя не торопит. Ты его даже никому не показываешь. Возможно, это единственная картина, которую я рисую чисто для себя. Но пришло время, когда мне захотелось с вами ей поделиться в полной мере. Это не просто кусок арголиты. Она у меня в багете, все цивильно. А вообще, так-то это обратная сторона одной какой-то картины принта, которую когда-то подарили нашей семье. Единственное, я еще рамку перекрасил с пошло-золотого на темно-серый. Тут цыганщина будет вообще не к месту. Вообще, я не ожидал, что посвящу этой работе столько времени. Я планировал по комнатке за полгода. Оно так, собственно, и шло. Но вот, блин, что-то засосало. И так получилось, что за эти зимние каникулы я ее почти закончил. Это не значит, что я не продолжил работать над ней. Дом пустой, его надо еще заселить. Но это потом. По крайней мере, на данный момент хочу оставить ее в том виде, в котором она сейчас находится. Пусть настоится. Полотно ебнуло. Перешелотнуло полотно. Надо тюнинг приобрести. Она вот в этих зубах, которые ее держат, сама лента, где-то ее начинает закусывать, а она под неправильным углом. Получается, последнее полотно ушло, да? Да, дорогое. Металлическое. Я хочу другую ленту купить, короче, по-уже, чтобы каких-нибудь типов. А знаешь, зачем это сделано? Зачем? А чтобы стаканы сюда не ставили. Вот видишь, вот это вот. Вот это. Вот это. Затравленные, да? Вот это, да. Поэтому каждую пьянку надо делать вот так, чтобы вот такие. А что это, смола? Подогнали. А она тоже не пошла, потому что деряжку смотришь, вроде норм, да? А здесь это, короче. Трещина. Трещина, да, поэтому... Фиолетовый диванчик. Чё? Фиолетовый диванчик. Фиолетовый диванчик? Да, и симпатичный. Вот этот? Да, да. Вообще, буду тебя рисовать дальше. Ух ты. На свет как-то вынесет. Ну да. Тут же в этом и прикол. Не, ну пятна мне показалось, что вот так вот здесь и сюда. Везде засеял. Ты даже видишь, золотой везде. Третья. И, на мой взгляд, одна из моих самых лучших картин на данный момент. Она посвящается моей Ксюшеньке. А точнее, ее ментальному состоянию. Не буду углубляться в детали. По-моему, я и так все достаточно подробно изобразил. В руках у нее Папин Мазила. На самом деле, существующая пушка, которую я кастомизировал вот в этом видео. Кликайте на подсказку, если не видели. Здесь я использовал много разных переливающихся красок. Камера, конечно, что-то передает, но вживую это выглядит совсем иначе. Вы уже, наверное, заметили, что я, блядь, все лачу. Теперь это вошло ко мне в крепкую привычку. Во-первых, красочка под лаком выглядит посочнее. Во-вторых, появляется дополнительный защитный слой. И от этого изображение проживет значительно дольше. Это достаточно важный баф, на который даже не жалко выделить лишние 200 рублей. Монтируя элемент крепления, я все думал, а куда ее повешу. Изначально я планировал провести персональную выставку, где бы представил свои свежие работы, включая и эту картину. В итоге все переигралось, считай, заканчиваю ее только сейчас. Возвращаемся к смысловому содержанию. Для тех, кто захочет разобраться, в чем здесь суть, прошу обратить внимание на мельницы. Они и здесь не случайно. В ближайшие дни в ВК выложу фото этой работы в хорошем разрешении. И домик, кстати, тоже выложу с референсом. Так что подписывайтесь и туда, и сюда. Все полезные ссылки будут в описании. И, конечно же, прошу оценить это видео. Лайк или дизлайк. Любая активность от вас будет очень полезной. За нее вас и благодарю. Давайте. До скорого.